Давайте посмотрим на обзор, на обзор. Замечательный обзор на замечательную игру под названием Rust. Господи, эта игра такая классная. Она, блин, комьюнити, которая просто, блин, лучшая. Читеры, которых нет. Это вообще потрясающе, блядь. Частные сервера с подкрутками. Как же здорово. Ой-ой-ой. Какая классная игра, блядь. И живешь там, и ты живешь там просто. Живешь в этой игре, чтобы тебя не обнесли. Патрулируешь, блядь, с друзьями, нахуй, сутками. Свои пиксели, блядь, да. Они везде неприкрытые, длинные, волосатые. Help me! I'm bitch! I'm friendly! Don't shoot me! Don't raid my house, please! Я не совсем понял, так тебе игра понравилась. Yes! Примерно раз в 7 лет после выхода новых консолей настает замечательный... Что здесь, сука, делает ведьма? На период без игр. Ведь зачем что-то выпускать, когда это некому продавать? Обладатели компьютеров смогут и дальше. Бля, симулятор, аааа, симулятор, короче, свидание отцов, блядь, серьезно. Вот эта игра, это симулятор, не спрашивайте, откуда я знаю. Тут, короче, бати с батями встречаются и трахаются. Не надо меня, не надо меня, не надо задавать вопросы мне, откуда я, блядь, это знаю, с чего я взял. Просто игра. Ну, она делала шум, вот так скажем. Наслаждаться прекрасными ПК-эксклюзивами, мобильным ге... Не, на самом деле она еще полное дерьмо. Она не рофильная абсолютно. Это полная параша. Прям, прям говно. А не игра. Это прям для ебанатов, которые дрочат на такую парашу. Везло меньше, а не в дурке. Но для нас с вами настало идеальное время зайти в библиотеку и насладиться играми, купленными до нашей эры на раз... Мне вообще похуй, как красить. ...в продажах Steam. 7 лет не виделись, дорогуша. Ты немного изменилась, но все так же хороша, как и в нашу первую встречу. Так, я не понял, где зомби? И комьюнити какое-то злое стало. Но в целом Раст остается Растом, с его замечательной атмосферой выживания, ограниченным количеством ресурсов, самодельным оружием, машинами, вертолетами... Блядь, кстати, я еще играл, когда этой хуйни не было. ...танками, субмаринами, квадрокоптерами... Это... ...вертолетами? Это реально? Вау. Точно игра про выживание, а не батл рояль? Ааа, тут и есть батл рояль. Как-то за годы развития разработчики начали добавлять в игру все подряд. Жду обновления с лазерными мечами и экзоскелетами. Еще и свой блог ведут, вон какой огромный. Сколько нового контента! А что там с оптимизацией? Сделку не входило. А, погодите, до сих пор нет оптимизации? Ну, по крайней мере, к лору это почти сходится. Ебать. Господи, реально существуют ебучие абассанцы, которые, блядь, какой-то лор Раста нахуй изучают? Вы че, ебанулись? Вот это, блядь, аргумент, братан. В объебанной параше есть какой-то лор. И с лором, блядь, это сходится. Ну, раз это сходится с лором, тогда не говно! Да вообще похуй, блядь, сходится это с лором или нет? Это либо говно, либо не говно. И если это говно, и лор говно тоже. Вот и все, вот и все ориентиры. Лор не дает карт-бланш на абассанец какой-то там, который вводят. Лор в Расте, господи Иисусе, ебаный рота. Зато графика вон уже трижды изменилась. И по-прежнему прекрасно смотрится на минимальных настройках. Бля, а что зато не лагает. Оптимизация заебись на двух ядрах из двенадцати потеет. Наверное, готовят игру к выходу на PlayStation. Понятно. 4, как и планировали, в двадцатом году. Интересно, разработчики в курсе, что уже вышло PS5? Но стоит отдать должное Face Punch, ведь они, будучи сильными и независимыми, продолжали работать над игрой с момента выхода в ранний доступ. Восемь лет! И еще и создали вокруг единственной игры в почти настоящем релизе целую корпорацию. Раст, Раст Мобайл, Раст Плюс, Раст Блок, Консольный Раст, Раст Баттл Рояль, Раст Хардкор, Раст Тофкор, Раст Ванильный, Не хватает только Раст Виар. Кто ты, сука, такой, почему в нашем доме? You speak Russian? Но одно я знаю наверняка. Няшные 2D девочки не могут ошибаться, играя в Раст. Настало и мое время. Заходя с нуля, каждый игрок появляется на краю острова с факелом, камнем и гордо развиваешься пиписька, на ветру, размер которой зависит от вашего IP, стимайд и параметров удачи. Повезло, повезло. Но даже если у вас оказался микропенис, не беда. Ведь здесь есть аниме-кланы. И хоть в основном большинство бегают за белого европейского человека, если вам очень повезло, у вас будет женщина или легендарочка, чернокожая женщина. Как и в любой другой игре с элементами выживания, вам постоянно нужно следить за жаждой, опасаться холода, жары и, по возможности, пуль. Все это очень вредно для здоровья персонажа. И, конечно же, есть. Еды тут достаточно много, от тушенки до сникерсов. Но лучше всего от голода поможет старая добрая картошка. Картошка. Сашку, сука, верните! И каждый игрок в раз по дефолту голое бегающее мясо. В прямом смысле. Каннибализм круто! И чем больше существует ваше тело, тем больше в нем скопится так необходимо для печи жира. Конечно, жир можно добыть из жира. Бля, ну пока особо, пока особо на самом деле не это. Каких-то изменений нет. Единственное, что вертолеты. Я бы хотел посмотреть на вертолет в Расте. Или на что-нибудь такое. А там есть, они говорят, танк? Блядь, реально есть? Я просто так спросил. Бля, реально есть танк? А, нет, танк как босс. Не, подождите. Я могу? Ну тогда, блядь, неинтересно. Окай, похуй, блядь. Я думал, что я могу сесть в танк. Животных, но... Прости меня, но я должен принести тебя в жертву печи. У меня 500 сытостей, может, не надо? Ты что, не патриот? Бля. С остальными ресурсами попроще. Дерево хватает везде. Ору... Можно, если ты читер? А что там, читы позволяют даже такую хуйню делать? Удобно добывать ударами по светящимся... Супер, это же это, как его? Это же Fortnite. Точка. Хорошая работа. В основном вопрос к камням. Ладно, железо и серо, но чем эта куча камней отличается от этого куска камня? Он закончил школу для особенных камней? Камень я не дам. Большинство ресурсов вы будете обрабатывать, плавить в печах или, что более вероятно, складировать в сундуках. Ведь Раст это по совместительству симулятор хоббита, в котором вам нужно накопить как можно больше прелести, создать себе нору и весело охранять тяжело нажитые ящики грибов, травы и клея. Блядь, да, 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 Жиза, да. Все это нужно для крафта, которого в игре очень сука много. Раньше вообще приходилось изучать все наугад, постоянно удивляюсь, что за вундервафлю в очередной раз добавили в игру про постапокалипсис. Ты шо сцела, це майнинг ферма, и тельки щось пыскни, эта бананомашина мы отпыздохаю. Но с последними обновлениями появилась удобная ветка крафта, где можно стать инженером, строителем, друидом, оружейником или саппортом. Хотя это по-прежнему не объясняет, каким образом из говна и палок здесь можно создать турели с камерами наблюдения и игровые автоматы. Меня так просто не обмануть, я изучаю науку по аниме и прекрасно знаю, что для электричества нужна черная магия. Максимально реалистично для прокачки всего используется уникальный ресурс. Хлам. И не важно, что вы изучаете. 40-миллиметровый шестизарядный полуавтоматический гранатомет или набор молодого садовода-любителя. К счастью в жизни, чтобы что-то из... Бля, то есть погодите, сейчас учитываю, как там все сделано, а я могу все изучить в ебало? Ну типа я один могу изучить все рецепты? И хилки, бля, и еще чего-то. Вот прям все вообще. Или есть ограничения. Например, я не могу изучить больше... Там, 50 рецептов, условно говоря. А, могу, да? Понятно. Изучить вам не нужно притворяться крошкой енотом и рыться по помойкам. Достаточно. Ну блядь, пипега, это ясен хуй, господи. Понятное дело, что с щитами можно сделать дохуя. Да не играть в помойку. Но если это невозможно, для существования в этом холодном мире без вайфу остается только один способ. Работать на дому. К сожалению для нас, парни, место на вебкаме закончилось даже... Все въебало можно, нужно плей 24 на 7. Ну то есть нужно просто играть в Rust. Потому что в Rust в целом так и играют. В разделе сюрпризов. Поэтому остается сфера IT. Прям как в Rust. Но не особо надеетесь построить что-то надежно. Ведь для правильного билдинга вам потребуется минимум два высших строительных образования. Многие местные сумасшедшие инженеры уже догадались строить дома на воде, под водой, в пещерах и над землей. Бля, под водой, кстати говоря, это ж вообще охуенный дом. Там работает взрывчатка под водой? Или нет? Блядь, он ебаный волшебник! Если же вы хотите играть с другом в паре, советую обратить внимание на электриков из местных шарап... А, не работает? Говорят, работает. Блядь, если не работает, то... А, работает, да, все-таки? Работает? Врут? Ну, походу, Пипега, ты нихуя просто не знаешь. Да, да, да. Ебать, блядь, есть приложение, которое говорит о том, что на базу напали? Ёбаный ты рот! Ёбаный ты рот! Заебал спрашивать? Так надень, что она и выйдет нахуй отсюда! Пока! Вот это я пони... Море контента, блядь, нахуй в это играть? Серьезно, это просто пиздец. Нахуй жить, блядь, в этом говне? Там, чтобы с ним снайпить, достаточно твой никнейм вбить в приложение на телефоне и покажет, какой сервер и где на сервере ты живешь. Классно? Классно сделали. Классно. Вот так, блядь, охуенно сделали. Супер, блядь, пизда так. Охуенно, блядь. Класс. Классно. Здорово. Здорово. Супер, блядь. Долбоёбы. Если так это работает. Это просто, блядь, конч тупые. Ведь теперь вы, сука, даже спать не сможете. Противник атакует нас, милорд. Вражеский таран сношает наши ворота. Противник пробил брешь в стене. Поэтому сейчас начнутся настоящие фишечки по расту. Первая фишка. Чтобы выжить в этом мире, нужно не давать себя убить. Ну, мало ли что очевидно. Вторая крышка. Не доверяйте никому. Все игроки в раз френдли, ровно до одного решающего момента. Пока не найдут свой первый калач. Суету навести охота. Третья покрышка. Оставляй закладки. Ведь раст одобрена официальной ассоциацией кладманов России. Четвёртый братишка. Зачем собирать ресурсы самому, когда можно научиться стрелять из лука? Пятая звука. Блядь, кстати, Жизу, да. Никогда не надевайте броню. Она в этой игре работает немного иначе, чем вы привыкли. Эй, да ты, смотри, я одетый. Во мне лут. Убей меня, и всё твоё. Куда страшно... Блядь, да, да, да. Раст, это та игра, в которой ты делаешь броню, копишь её, но ты её не одеваешь. Одеть броню? Нет. Нет, это до, это до важного момента, до важного, до свадьбы. До свадьбы. Не, голый бомж с калашом, но истинный враг ещё опаснее. Почему я всё ещё слышу музыку босса? Шестая удивляшка. Так как раз существует уже 8 лет, большинство игроков невероятные профеш. До важного момента, до вайпа, да? Что за трот, ты? Найзу, знающие математическую систему урона в игре и с каждого оружия. Они не просто лутают ваш дом. Они ориентируются по звукам печи и чувству комфорта рядом с ней. Вначе их зрение приспособлено под малейшие источники света. Они дают вам вещи, чтобы проследить за вами. Если живёте рядом с... Бля, это пиздец, кстати. Такими? Созьмая стесняшка. Кстати говоря, блядь, жизнь, наверное. Рейды это основная часть игры. Но чтобы понять, что такое рейд, его нужно прочувствовать. Другой рейд, сука, я имел ввиду другой рейд! Впрочем, всегда можно насладиться ПВЕ контентом. Умирать от других игроков вы будете по-прежнему так же часто. Но теперь к ним ещё и присоединятся боты. По многим лагерям вы сможете встретить смурфиков с автоматами, охраняющих, как правило, мусор. Но их очень легко убить, имея в команде один лук и товарища. Ивентов достаточно много. Танки, корабли, сброс груза, вылазки на нефтянку. И всё было бы хорошо. Но на каждом сервере есть кланы. Это для меня? Но от некоторого мусора всё же можно избавиться от мира. Блять, вы знаете, в целом была бы неплохая, наверное, игра, если бы там не нужно было жить. Если бы твою базу не могли обнести, когда ты оффлайн. Я понимаю, и сделать какую-нибудь систему, чтобы нельзя было, например, если ты в игре, резко выйти, блять, чтобы защитить свою базу. Типа, например, если ты вышел во время рейда, игра же, она умеет теперь фиксировать, когда рейд происходит. Вышел во время рейда, похуй, твою базу можно рейдить, без проблем. Или, не знаю, или сделать так, что ты вышел, и там 3 часа после выхода базу можно твою рейдить, а потом нельзя. Вот, например, так можно ещё сделать. То есть вот 3 часа после выхода можно, а потом уже нельзя. Это сделано для того, чтобы, например, если ты знаешь, что на тебя собирают рейд, чтобы ты не мог выйти заранее. Вот. И выйдешь, всё равно зарейдят. То есть, ну как-то вот так вот. Иначе это вообще полный пиздец. Вот так вот жить, и непонятно, что делать, это... Ой, там на каждую обнову находят методы абуза, по 10 раз всё переделывают. Ну, да, ещё чьи-то читаков, наверное, до сих пор дохуя просто. В мирных локациях у торговцев. Здесь даже мини-игры есть. Главное, не берите в руки камень. Ещё, чтобы вайп каждую неделю не происходил. Но мне кажется, для вайпа самое оптимальное время... Самое оптимальное время это примерно минимум полмесяца. А самое оптимальное, наверное, недели три, я думаю. Вот вайп каждые три недели, мне кажется, это более чем. За три недели ты вообще без проблем построишься, сделаешь дохуя вещей, и при этом напиздишься. И после этого идёт вайп, и... Ну, соответственно, заново. Вот три недели, ну, четыре максимума, это прям оптимальный нюанс такой. Чтобы и люди заново начинали, и... Ты объявляйся нам в войну. Вообще, по моему мнению, в Расте не хватает спорта. Где велики, винг-сьюты, сноуборды в зимних локациях? А, санки уже добавили? Нет, 10 выживаний из 10. И моё почтение за карту. Неужели так сложно всем подобным играм сделать процедурную генерацию с разными биомами и обширным инструментарием? А, ну да, кроме Раста, что там у нас ещё есть? Дейзи слишком мёртвый, Арк слишком про динозавров, Субнатика никто не играет, эпоха Фореста ушла вместе с концовкой, которую будут анализировать ещё наши предки. Граундит. Отличная попытка была, Майкрософт. А теперь не балуйтесь и сделайте мне с Карим 2. А то выпарю. Конечно, раз можно сравнить ещё и с Майнкрафтом, но тут, прости, шансов ноль. В Майнкрафте вон уже построили дворец неизвестного политика, А раз-то хватит максимум на комнату грязи. Но даже если игра вам надоест, вы продолжите играть на неофициальных серверах, Где потратите ещё пару тысяч часов своей жизни. Здесь вам и чистые ПВЕ, Баттлфилд, Королевские битвы, Отличный пинг, сама игра в разы проще и быстрее, И есть торговля между персонажами. Правда, за это всё предстоит большая плата. Нет, серьёзно, цены тут конские. Эти сумасшедшие продают абсолютно всё на своих серверах, Которые каждую неделю вайпаются. Бля, кстати говоря, там, наверное, просто ебанутые бабки, да, делаются? Кто-то в Расте открыл бесконечный источник дохода? Хочу в долю. А если бы прям совсем на... Удивительно, что на самом деле продажу вот таких предметов не прикрыли разработчики. Ведь вообще-то разработчики могли бы сделать охуенную монополию. И я бы сделал именно так. Зацените. Смотрите. Вы создаёте сервер. Он же в любом случае фиксируется, да, вот в базе листов, Раста и так далее. Вы, так же, как и разработчик, релизите инструмент, который позволяет любому человеку, кто поднимает сервер, Сделать магазин с предметами. Пожалуйста, за любую цену, которую он укажет. Он может там выставить на продажу всё, что есть в Расте, конкретно на своём сервере. Но всё это проходит через вас. И со всех платежей вы автоматически, поскольку всё проходит через вас, Забирайте там комиссию, поскольку это ваша, блядь, игра. И ваш сервер, по сути, ну, который они поднимают, да, Можете брать там 20%. А 80% забирают чуваки, которые держат, блядь, свой пиратский сервер. Новичок? Лучше зайти на себя с модами, где можно попрактиковаться в стрельбе, полёте, Углубиться в механику игры и изучить русскую вики. Хотя в любом случае это не поможет. И со временем вы будете всем геймерским сердцем ненавидеть эту прекрасную игру. Но продолжать в неё играть. Раст это идеальная замена доты. Тут даже скины есть на торговой площадке. А каждый новый вайп аналогично матчам в доте. Абсолютно уникальное событие, где ты ненавидишь всех, кто тебя окружает. Игру и разработчиков, которые блокируют самый попутный ад. Мышиный апартеид, игроки ополчились на создателей Раст из-за проблем с блокировками мышек. Ааа, понятно, из-за макросиков жёстких, да. Мышки среди геймеров. Раст это не та игра, которую мы хотим. Но это та игра, которая необходима, чтобы провести отличный вечер с приятным комьюнити. В прошлый раз вы совсем удивили деда активностью. Всё в силе. И видео по всем новым играм от Юбисофт в этом году будут. Ясно. Ну ладно, приятненько было посмотреть на то, как поменялся Раст. Всё тоже говно чисто со стороны. Всё так же, блядь, душно. Всё так же требует дохуя времени. И я так понимаю, вам всё так же нравится большому количеству людей. Вот мне даже интересно, сколько в Раст играют людей. Давайте посмотрим. Ебать. Е-бать. Просто пиздец. Просто вау. Кстати, ебать, Apex взлетел жёстко, да. После добавления в Steam'а. И кроссплатформы. Это просто пиздос. А ещё в Ориджине люди? Да, ещё в Ориджине. Здесь Apex только... Это только Steam чекает. Это только онлайн Steam'а. Кто играет из Steam'а. А ещё есть люди, которые играют через Ориджин, да. С India. Субтитры делал DimaTorzins. Продолжение следует...